Фельдшер Нижнекамской скорой помощи Инна Сорокина признается, что никогда не знает, чем закончится ее рабочий день. Начинается он в 7 утра и длится ровно сутки. За 20 лет работы женщина повидала многое. Говорит, каждый раз едем, чтобы спасти кому-то жизнь, а можем получить нож в спину. Пациенты на вызовах у нас встречаются разные. Бывают и состояния алкогольного, и наркотического опьянения, и просто неадекватные. И в квартиру заходим, за нами дверь закрывают, а там бывает, что пьяные, там не за нож хватается. То есть даже нет возможности, бывает, что если дверь закрыли, мы убежать не сможем. Всякое бывает. Фельдшер Инна считает, что никакие средства защиты не позволят обеспечить безопасность врачам скорой помощи. Каждый раз на вызов с медиками не смогут выезжать и сотрудники полиции. Кроме своей психологической настроенности, у нас никаких средств защиты нет. Все наши медицинские работники надеются на то, что все-таки наше правительство, государственные депутаты нас услышат. Потому что мы неоднократно со стороны профсоюза писали, собирали подписи с тем, чтобы все-таки нас приравняли либо к МЧС, либо к полиции. Потому что пока есть безнаказанность, пациенты никогда не останутся равнодушными к нам. Мы уже дошли до точки. И если в защиту в нашем государстве, в защиту медицинской работы ничего не будет предпринято, наконец, то, наверное, вот этот кадровый дефицит медицинской отрасли, в отрасли здравоохранения, он, наверное, скорее всего, будет множиться. Широкую огласку получил и случай в Саратове, когда фельдшер скорой помощи прибыла по срочному вызову в квартиру, где на нее напали находившиеся там пятеро мужчин. Они удерживали медика и пытались ее изнасиловать. Сотрудники Следственного комитета Татарстана пообещали, что в опиющий случай посягательство на сотрудника скорой помощи набережных Челнов получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете. Регина Шигапова, Максим Галимзянов, Новости Татарстана.